Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских командах, выступающих в Лиге Чемпионов. И сосредоточимся на Локомотиве, который, к сожалению, проиграл Рэдбулл Зальцбургу в домашнем матче. 1-3 счет этой встречи и мне, конечно, стало интересно, а что же пишут австрийские фанаты касательно данной игры. Я зашел на официальный Facebook, Twitter и другие соцсети Рэдбула и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Многие из вас наверняка делают ставки на спорт и мне хотелось бы посоветовать вам тот портал, где ставлю лично я. Это сайт OneWin. Там очень удобный интерфейс, там эксклюзивные линии и очень простая регистрация буквально в один клик. Поэтому выводить деньги там можно без комиссии и в любой валюте. Вот, например, недавно я сделал ставку на Динамо в матче против Тульского Арсенала, потому что на победу Белоголубых дают хорошие коэффициенты 1,7. И хотелось бы отметить, что вы можете воспользоваться моим эксклюзивным промокодом Костья200. По нему вы можете получить 500% к первым четырем депозитам. Ну и плюс к этому хотелось бы отметить, что сейчас на сайте OneWin идет акция Кэшбэк 30%. Если пройдете по ссылке в закрепленном комментарии и введете этот промокод. Раймунд Грубер написал, что Локомотив оказался совсем другой командой в сравнении с предыдущими матчами. Даже не верится, что этот коллектив дважды сыграл в ничью с Атлетико. Ну, Лока действительно был другой командой. Из 10 полевых футболистов, которые вышли в Мадриде, лишь 5 появились в основе на матч против Рэдбула. Поэтому здесь действительно другая команда. Очень много потерь, а некоторые футболисты, как видимо, не были готовы выйти с первых минут. Я имею ввиду Игнатьева и Антона Миранчука. Поэтому действительно другая команда, по сути. Грегор Бранштадт написал, «Локомотив не пропускал три матча подряд до игры с нами, а мы забили им трижды за одну встречу. Наконец-то мы показали свою силу». Ну, это первая победа для Рэдбула. До этого у них была серия неудачная, где были сплошные поражения. Поэтому здесь следует признать, действительно, Рэдбулл впервые за долгое время показал свою силу в Лиге Чемпионов. Увы, именно в матче против нашего коллектива. Ну, а «Локомотив» действительно шел на серии из трех матчей без пропущенных мячей. Но вот здесь совершенно другая ситуация. Во многом потому, что Николич своими экспериментами в обороне, во многом вынужденными, он перебрался на новую схему игры, выставил в основе Лысова и Райковича, которые, на мой взгляд, подвели команду, особенно Лысов. И в результате мы получили вот этот печальный исход встречи. Ну и, как мне кажется, здесь, в этом контексте, пропущенные мячи, они не случайные. Они логическое следствие проблем в составе вынужденных перестановок и вынужденных экспериментов Николича. Антон Цирль написал, «Наша команда показала лучший футбол в последнее время и показала больше страсти, чем соперник. Мне кажется, «Локомотив» подвело то, что их устраивала ничья, а мы бились исключительно за победу». Ну что ж, «Локомотив» действительно устраивал ничейный результат, который оставлял хорошие шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы. И, возможно, в каком-то смысле это и подвело, потому что изначально даже по составу было понятно, что «Локомотив» играет вот на удержание, на оборону, и в результате, увы, «Локомотив» не смог сдержать соперника вот такой экспериментальной и смешанной защитой с Райковичем, Лысовым и всем остальным. Саймон Хильцбергер написал, «Справедливость восторжествовала. Локомотив и в первой игре с нами не заслужил ничьи. Весь матч они сидели в обороне. Сейчас мы наказали их за трусливую тактику». Ну, касательно первого матча, здесь можно долго рассуждать о том, что «Локомотив» играл от обороны, но говорить о том, что он прям сидел в защите нельзя. В конце концов, 45% времени в том матче «Локомотив» владел мячом, это даже автобусом не назовешь. И говорить о том, что «Локомотив» прям играл как-то трусливо, наверное, не приходится, если речь идет о первом матче. Вот в ответной встрече первый тайм, конечно, получился очень пассивным в исполнении нашей команды, а вот в первой игре ситуация не такая однозначная. Себастьян Тике написал, «В «Локомотиве» мне очень понравился мощный форварк «Зе Луиш», купленный ими у Порту. Хороший нападающий, он мог бы пригодиться и нам». Ну, по версии сайта «Хускорт», который подсчитывает технико-тактические действия, «Зе Луиш» получил самый высокий балл. У нашей команды 7,4 балла. Для сравнения второе место среди лучших игроков «Локомотива» по версии этого сайта занял Антон Миранчук с показателем 6,8. Кристиан Даксер написал, «Теперь самое главное не облажаться в последнем туре. Локомотив будет играть с Баварией, которая уже решила все свои задачи и, скорее всего, выпустит молодежь. А нас ждет битва с Атлетико за путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. Если проиграем, а «Локомотив» выиграет, то мы останемся даже без Лиги Европы. В нашей группе все очень сложно. Ну, тут не поспоришь, расклады сложные. И действительно, Бавария, например, в матче с Атлетико в последнем туре на данный момент играла, ну, таким полуосновным составом. И в заключительном туре против «Локомотива», я думаю, может быть тоже смешная обойма. А что касается Атлетико, они будут настроены, потому что они могут потерять путевку в Лигу Чемпионов, поэтому здесь матрасники будут мотивированы. И это является определенной надеждой «Локомотива» в последнем туре Лиги Чемпионов. Ханенор Фройше написал, «Для справедливости нужно отметить, что нам повезло. Соперник был без половины ведущих игроков, в том числе и тех, кто сыграл ключевую роль в первом матче. С другой стороны, у нас перед первой игрой тоже были серьезные проблемы, так что здесь все честно». Ну, в каком-то смысле, да, потому что перед первой игрой у Зальцбурга был карантин, команда выпала из игрового и тренировочного ритма, поэтому, да, в каком-то смысле обе команды подошли к своим матчам домашним, не в лучшем состоянии. Ну и Рудельф Клаффенберг написал, «Локомотив поплатился за свою тактику. Нельзя играть в Лиге Чемпионов только от обороны. Рано или поздно она даст сбой, а ты не сможешь отыграться, потому что атакующей игры у тебя просто нет». Ну, во втором тайме мы увидели атакующую игру Локомотива, ну и, как мне кажется, жаловаться на то, что Локомотив прям играл совсем от обороны, тоже не стоит. В первом тайме, да, пассивно, а вот во втором Локомотив добавил жару впереди и, в принципе, смотрелся неплохо. Моментами, эпизодами. Но, к сожалению, целостности не хватило, поэтому поражение. Ну и не забывайте проходить по ссылке в комментариях на сайт OneWin, где вы можете воспользоваться промокодом КОСТЬЯ200 и получить бонус в 200% к первому пополнению.